Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Рыжик настоящий хорошо отличается от других грибов. Шляпка 3-15 см в диаметре, толсто-мясистая, плоская в начале, затем воронковидная, края завернуты внутрь, гладкая, немного слизистая, рыжего или беловато-оранжевого цвета с более темными концентрическими кругами или оранжевого цвета с ясным синевато-зеленым тоном и такими же концентрическими кругами, при прикосновении окрашивается в зеленовато-голубой цвет. Ножка рыжика настоящего цилиндрической формы, цвет такой же, как у шляпки, высота 3-6 см. Мякоть гриба хрупкая, беловатого цвета, при надрезе меняет цвет на ярко-оранжевый. Рыжик – съедобный гриб первой категории. Используется преимущественно для засола и маринования, но можно употреблять его и в жареном виде, для сушки непригоден. Перед засолом рыжики не следует вымачивать, так как они могут позеленеть и даже почернеть, достаточно очистить их и промыть в холодной воде. Перед активного плодоношения рыжика елового с августа по октябрь, может встречаться с июня по ноябрь, образует микоризу с елью и толокнянкой обыкновенной. Растет в еловых и смешанных с елью лесах на засыпанной хвоей лесной подстилке, на песчаных, торфяных почвах, предпочитает известняки. Не любит излишнего тепла, встречается часто, группами и большими группами. Предпочитает расти под елями, в затененных влажных местах. В смешанных сосново-еловых лесах может расти в перемешку с рыжиком настоящим. Шляпка плотная, мясистая, обычно 2-8 см в диаметре. Выпуклая с подогнутым краем, нередко с бугорком посредине. Позже вдавленная, доворонковидная с приподнятыми краями. Ножка обычно 3-7 см длиной, гладкая, цилиндрическая, иногда утолщенная к основанию, сплошная, с возрастом полая. Превосходный съедобный гриб первой категории. Традиционно используется соленым, маринованным, вареным, жареным и даже сырым, в заготовках зеленеет. Период плодоношения с августа по ноябрь образует микоризу с сосной. Растет в сосновых и смешанных с сосной лесах, на известковых почвах в светлых местах. Предпочитает гористую местность, любит расти под папоротником. Шляпка плотная, мясистая, обычно 3-10 см в диаметре, выпуклая с подогнутым краем. Позже вдавленная, доворонковидная, с опущенными краями. Кожица гладкая, голая, в сурую погоду скользкая, плохо отделяется от мякоти. От красновато-оранжевого, светло-красного, до красновато-коричневого и даже кроваво-красного цвета. Могут присутствовать бледные серо-зеленые пятна, концентрические зоны слабо выражены, размыты, а могут и совсем не различаться. Ножка обычно 4-6 см длиной, крепкая, цилиндрическая или суженная к низу, сплошная, с возрастом полая. Обычно в цвет шляпки, с мучнистым налетом и более темными красноватыми пятнышками на ножке. Превосходный съедобный гриб первой категории используется соленым, маринованным, вареным, жареным. Рыжик японский имеет среднюю шапку, диаметром от 6 до 8 см. Форма шляпки плоская, она вдавленная в центре, край подвернутый, воронкообразный, отличается тем, что имеет концентрические зоны. Окраска шляпки розоватая, иногда оранжевая или же красная. Концентрическая зона охристая или же терракотовая. Ножка гриба очень ломкая, до 7,5 см в длину, полая внутри, в верхней части имеет белую линию. Кроме того, рыжик японский имеет еще одну особенность, его мякоть не зеленеет, а его сок – кроваво-красный, млечной консистенции. Этот вид гриба полностью съедобен, его можно встретить в хвойных и смешанных лесах, а также под цельнолистной пихтой. Время его распространения – сентябрь или октябрь. Ареал распространения – приморский край, южная часть, Япония. Рыжик японский – совершенно универсальный, вкусный и удобный в приготовлении съедобный гриб. Гриб рыжик полукрасный образует микоризу с сосной. Некоторые источники указывают конкретно с шотландской сосной, поэтому встретить его можно в сосновых и смешанных с сосной лесах и парковых зонах. Предпочитает известковые почвы, растет одиночно или небольшими группами. С июля по октябрь – необильно. В некоторых странах гриб считается достаточно редким. Шляпка – 3,10 см. По некоторым источникам может вырастать, редко, до 12 см в диаметре, плотная, мясистая, в молодости выпуклая, полушаровидная, с немного подвернутым краем. Ножка – 3,6 см. Цилиндрическая. Часто бывает немного сужена к основанию. Большинство источников указывают рыжик полукрасный как съедобный гриб, по вкусовым качествам мало уступающий более распространенному рыжику сосновому. Однако есть и упоминания о гораздо более низких вкусовых качествах и рекомендации отваривать гриб не менее 20 минут. С обязательным промыванием после отваривания отвар сливать. Рыжик неяркий распространен в умеренно климатической зоне Евразии и Северной Америки. Период плодоношения с августа по октябрь образует микоризу с сосной и кедром. Растет в хвойных лесах на кислых песчаных влажных почвах по кромке сосновых боров и откосом пойменных рек, так как его субстрат приспособлен к длительному нахождению под водой, встречается небольшими группами, редко. Шляпка взрослых грибов от 3 до 12 см в диаметре, плотно мясистая, кожица гладкая, немного липкая в дождливую погоду, плохо отделяется от мякоти. Цвета темные, с оранжевыми тонами, в молодом возрасте зеленые и синие тона могут преобладать вплоть до цвета малахита у экземпляров в зачаточном состоянии. Ножка длиной 2-6 см, плотная, крепкая, от светло-розового, песочного, серо-оранжевого, иногда пепельно-голубого, зеленоватого до рыжесиреневого цвета. Отборный съедобный гриб используется соленым, маринованным, вареным и жареным. Рыжик финский распространен в скандинавских странах Европы, в том числе в Финляндии и Швеции, период плодоношения с августа по октябрь, обычно, небольшими группами. Обитает в эловых и смешанных с елью лесах, средневозрастных и старых эловых посадках, предпочитает еловые опушки или средневозрастные еловые посадки, образует микоризу с елью. Шляпка взрослых грибов от 3 до 8 см в диаметре, плотно мясистая, у молодых грибов выпуклая, полушаровидная, с углублением в центре, края подвернутые, позже распростертая, воронковидная, с опущенными краями. Ножка длиной 4,11 см, цилиндрическая или слабо булавовидная, плотная, к основанию немного сужается, сплошная, с возрастом становится полой. Светлого персикового, желто-оранжевого цвета, к зрелости покрывается ямками и пятнышками ярко-рыжего цвета. Рыжик лососевый распространен в Европе, период плодоношения с августа по октябрь образует микоризу исключительно с пихтой. Растет в хвойных лесах с преобладанием пихт и смешанных с пихтой лесах, посадках, вблизи корней, на песчано-известковых почвах, небольшими группами. Шляпка крупная, мясистая, плотная 6-20 см в диаметре, гладкая, вязкая, в дождливый период немного клейкая, кожица плохо отделяется от мякоти. Цвета в окраске оранжево-морковные, в центру оранжево-желтые, с концентрическими зонами насыщенно-оранжевого и розовато-лососевого цвета. Ножка длиной 3-5 см, толщиной 1-3 см, плотная, крепкая, цилиндрическая, коренастая, в зрелости меньше размера шляпки, с возрастом полая. Отборный съедобный гриб первой категории используется соленым, маринованным, вареным и жареным. Рыжек винный широко распространен в северной части умеренного климатического пояса Евразии. Период плодоношения с июля по октябрь образует микоризу с сосной, растет в лесах с ее участием, встречается небольшими группами, предпочитает известковые почвы и светлые места, очень редкий. Шляпка плотная, мясистая, 4-12 см в диаметре, форма шляпки выпуклая с подогнутым краем, позже вдавленная. Цвет – вино красный, с явно выраженными концентрическими зонами, в зрелости бледнеет, при надавливании синеет. Ножка длиной 4-6 см, крепкая, цилиндрическая, сужающаяся к основанию, сплошная, с возрастом полая. От розово-оранжевого до фиолетового цвета, с возрастом с характерными для рыжиков более темными, вдавленными винно-красными пятнышками. Млечный сок густой, красно-коричневый, винно-красный, на воздухе становится пурпурно-красным. Черный груздь, гриб рода млечник, семейство сыроежковое. Шляпка 7-20 см, плоская, в центре вдавленная, иногда широко воронковидная, с завернутым во внутрь войлочным краем. Кожица во влажную погоду слизистая или клейкая, со слабо заметными концентрическими зонами или без них, темно-оливкового цвета. Цвет шляпки черного груздя может варьировать от темно-оливкового до желтовато-бурого и темно-бурого. Черный груздь образует микоризу с березой. Произрастает в смешанных лесах, березняках, обычно большими группами во мху, на подстилке, в траве, в светлых местах и у лесных дорог. Сезон с середины июля до середины октября, массово с середины августа до конца сентября. Условно-съедобный гриб используется, как правило, соленым или свежим. Во-вторых, блюдах. В соленом виде приобретает фиолетово-бордовый цвет. Перед приготовлением требует длительной обработки для удаления горечи, отваривания или вымачивания. Грузди настоящие встречаются в лиственных и смешанных лесах, березовых, сосново-березовых, с липовым подлеском. Встречается нечасто, но обильно, растет обычно большими группами. Оптимальная среднесуточная температура плодоношения 8-10 градусов Цельсия на поверхности почвы. Грузди образуют микоризу с березой, сезон июль-сентябрь. Шляпка 5-20 см, сначала плоско-выпуклая, затем воронковидная с завернутым внутрь опушенным краем, плотная. Кожица слизистая, мокрая, молочно-белого или слегка желтоватого цвета с неясными водянистыми концентрическими зонами, часто с прилипшими частичками почвы и опада. Ножка 3-7 см в высоту, цилиндрическая, гладкая, белого или желтоватого цвета, иногда с желтыми пятнышками или ямками, полая. У старых груздей ножка становится полой, пластинки желтеют. Цвет пластинок может варьировать от желтоватого до кремового. Груз дубовый широко распространен в центральных и южных регионах Европы. Период плодоношения с июля по октябрь образует микоризу с дубом, лещиной, буком, грабом. Встречается в широколиственных и смешанных лесах, на глинистых почвах, одиночно, группами, большими группами, не часто. Шляпка 3-12 см в диаметре, выпуклая с подогнутым краем, затем вдавленная с прямым, иногда волнистым, слабо опушанным краем, слабо воронковидная, часто неправильной формы. Кожица гладкая, сухая, в дождь становится влажной и клейкой. Ножка длиной 3-8 см, цилиндрическая, расширенная или суженная к основанию, плотная, ровная, сплошная, с возрастом полая. Млечный сок не обильный, водянисто-белый, жгучий, едкий, острый, на воздухе не изменяется. Условно-съедобный гриб второй категории традиционно используется соленым, с предварительным вымачиванием или отвариванием, для избавления от лишней горечи, вкусный гриб. Грусть осиновый образует микоризу с ивой, осиной и тополем, растет в сырых осинниках, тополевых лесах. Встречается довольно редко, плодоносит обычно небольшими группами. Грусть осиновый распространен в более теплых частях умеренного климатического пояса, сезон июль-октябрь. От других светлых груздей отличается розоватыми пластинками, от волнушки белой, с слабым опушением на шляпке. Цвет шляпки белый или с розовыми и сиреневыми зонами, часто концентрическими. Пластинки поначалу беловатые, потом они розовеют и под конец становятся светло-оранжевыми. Шляпка 6,30 см, очень мясистая и плотная, плоско-выпуклая и слегка вдавленная в центре, у молодых грибов с загнутыми вниз слегка пушистыми краями. Ножка 3,8 см в высоту, крепкая, невысокая, очень плотная и иногда эксцентрическая, часто сужена у основания, белая или розоватая. Грузд перечный произрастает рядами или кругами в сырых и затененных лиственных и смешанных лесах, гораздо реже в хвойных. Предпочитает хорошо дренированные глинистые почвы, встречается в средней полосе, к северу реже, сезон лета, осень. Шляпка 6,18 см, вначале слегка выпуклая, потом все более воронковидная. Ножка 4,8 см, белая, сплошная, очень плотная с сужением у основания, часто считается несъедобным из-за очень острого вкуса, хотя его можно употреблять как условно съедобный после тщательной обработки для удаления горечи, идет только в засол. Грибы можно есть через один месяц после засола, также иногда его сушат, растирают в порошок и используют в качестве жгучей приправы вместо перца. Грусть перечный угнетающий действует на туберкулезную палочку, в народной медицине этот гриб в слегка поджаренном виде употребляли для лечения почечнокаменной болезни, также применяется при лечении желчекаменной болезни, глинареи, остром гнойном конъюнктивите. Грузь желтый растет в северной части лесной зоны, в иловых, пихтовых, иногда в смешанных лесах, предпочитая молодые ельники и сосняки, реже селится в березняках, на глинистой почве. Шляпка груздя желтого диаметром 7-10 см, округло-выпуклая, потом распростертая, в центре воронка видно вдавленная, с завернутым краем. Цвет золотисто-желтый, поверхность войлочно-шерстистая с более или менее выраженными зонами, слизистая, липкая, мякоть белая, желтеющая при соприкосновении, млечный сок белый, на воздухе меняющая окраску до серо-желтого, с острым горьким вкусом. Ножка до 8 см длиной, короткая, толстая до 3 см, плотная, гладкая, белая, одного цвета со шляпкой. Только грузди желтые имеют интенсивную желтую окраску, очень похожи желтые грузди на грузди настоящие. Условно-съедобный гриб первой категории, собирают в июле-сентябре гриб солят, маринуют. Растет груздь водянисто-зоновый кучно, грудами, откуда и происходит их название. Найти их бывает не так просто, грузди умело маскируются в черных опавших листьях. Наилучшие погодные условия для роста груздей – теплые ночи и туманы. Тогда грибы растут очень обильно. В дождливую погоду очень часто загнивает в молодом возрасте, полностью скрыт в прошлогодней листве. Шляпка диаметром до 20 см, белая с желтоватым оттенком, слегка слизистая. Края мохнатые, завернуты вниз, на поверхности шляпки имеются слабозаметные концентрические светлые, водянистые зоны. Длина ножки груздя водянисто-зонового около 6 см. Вся поверхность ножки покрыта неглубокими желтоватыми впадинами. Условно-съедобный гриб, некоторые находят возможным мариновать молодые грузди, но основные вкусовые качества гриба раскрываются в соленом виде. Перед засолом необходима предварительная обработка, отваривание или вымачивание, чтобы удалить едкий сок. Плодовое тело груздя болотного представлено шляпкой и ножкой. Размеры шляпки до 5 см в диаметре. Форма распростертая, иногда в виде воронки. В центре часто наблюдается острый бугорок. Края шляпки молодых груздей, подогнутые, затем полностью опущенные. Цвет кожицы – рожеватый, красновато-коричневый, кирпичный, охреной, может выцветать. Ножка очень плотная, в нижней части густо покрыта пушком, может быть полой или иметь канал. Цвет, в оттенок шляпки гриба, может быть чуть светлее. Размеры гриба зависят от климатических условий региона, погоды, типа почвы, наличия мха. Мякоть груздя болотного сливочного цвета, на вкус неприятная. Выделяющийся млечный сок, беловатый, на открытом воздухе быстро становится серым, с желтоватым оттенком. Старые болотные грузди выделяют очень едкий, жгучий сок. Сезон – с июня по ноябрь. Съедобный гриб используется в пищу. Синеющий груздь встречается, обычно нечасто, в эловых и смешанных лесах, образуя микоризу преимущественно с елью и березой. Встретить его можно с конца июля по начало октября, хотя пик плодоношения приходится на конец лета-начало весны. Шляпка – 6-16 см в диаметре, окраска желто-рыжая, со слабо выраженными концентрическими зонами более темного цвета. Поверхность бархатистая, волокнисто-чешуйчатая, в сырую погоду липкая. Ножка мощная и в силу особенностей произрастания сильно изменчивая по размеру 4-10 см в высоту. В молодости часто с клубневидным вздутием в нижней части, по мере роста обычно выравнивается до цилиндрической. Груздь синеющий имеет такую же желтую шляпку, как и груздь желтой, но отличается характерной фиолетовой окраской млечного сока на изломе. Такой же оттенок и в его редких пластинках. Эта необычная окраска часто отпугивает сборщиков, хотя грузди синеющие довольно вкусны в засоле. Ареал произрастания груздя пергаментного – огромная территория умеренно-климатического пояса Европы. Вид нередко растет по соседству с груздями перечными, но в отличие от них, предпочитающих только смешанные леса с преобладанием дубов и берез, груздь пергаментной встречается в лиственных и смешанных лесах. Редко его можно обнаружить среди хвойников, он образует микоризу как с лиственными, так и с хвойными растениями, предпочитает известковые почвы, составляя обширные колонии, может стойко переносить даже условия засухи. Благодаря такой особенности комфортно себя чувствует и на открытых опушках, и в гуще леса. Шляпка груздя пергаментного достигает до 10 см в диаметре, плосковыпуклая, потом воронковидная. Цвет белый, с ростом гриба желтеющий, поверхность морщинистая или гладкая, мякоть белая, горькая. Млечный сок белый, на воздухе не меняет окраску. Пластинки, нисходящие по ножке, частые, желтоватые. Ножка длинная, белая, к низу суженная. Груздь сосочковый принадлежит к роду млечников, и в научной литературе носит название сосочковый млечник, принадлежит к семейству сыроежковые. Наиболее активное плодоношение млечника сосочкового приходится на период с августа по сентябрь. Гриб этого вида предпочитает расти в лесах хвойного и смешанного типа, а также в лиственных лесах. Любит песчаные грунты, произрастает только в группах и поодиночке не встречается. Диаметр шляпки составляет 3-9 см, она характеризуется вогнуто-распростертой или плоско-распростертой формой. Грибная ножка характеризуется длиной от 3 до 7 см, имеет цилиндрическую форму. Груз сосочковый принадлежит к категории условно-съедобных грибов, употребляется преимущественно в соленом виде. Однако во многих зарубежных источниках указывается, что сосочковый млечник является несъедобным грибом. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.